Приветствуем всех у нас на канале. На сегодня мы собрали следующие новости. Названо точное время запуска Diablo 4. Для One Piece Odyssey анонсировано дополнение. Раскрыты вероятные сроки снятия эмбарго на обзоры Dead Island 2 и многое другое. Студия анимации Geek Toys выпустила свежий тизер пятого сезона аниме-сериала Рандеву с жизнью. Напомним, дата премьеры продолжения до сих пор не раскрывается. Компания NumSkull представила фигурку Hazer Mason из Silent Hill 3. Изделие покрыто ручной росписью. Его высота, включая основание, составляет 25 сантиметров. Примерная стоимость 140 долларов. Старт продаж ожидается в сентябре текущего года. Mechanics VoiceOver показала новый ролик с работой над русской озвучкой Decalista Protocol. Команда продемонстрировала процесс записи Андрея Бархударова, также выступившего голосами ракеты в Marvel's Guardians of the Galaxy и Хоббита Сэма из «Властелин и колец». Премьера должна состояться летом. Эмбарго на публикацию рецензии зомби-экшена Dead Island 2 могут снять 18 апреля в 17 часов по московскому времени. Информацию сообщил один из пользователей портала NeoGap, получивший копию проекта для обзора. Он также отметил, что ограничение на демонстрацию геймплея будет снято 21 апреля в 4 часа утра по Москве, непосредственно в день релиза. Официального подтверждения от разработчиков пока не поступало. Издатели Raw Fury и студия Jodrop Games назвали дату запуска ритм-шутера от первого лица Gun Jam. Он появится на ПК через Steam 19 апреля. Банда и Намка анонсировала дополнение Reunion of Memories для One Piece Odyssey и выложила дебютный трейлер. Помимо этого, авторы отметили, что прислушались к просьбам игроков. Подробности будут представлены позже. Дата релиза не раскрывается. Студия Craig Hale показала ролевую игру с открытым миром под названием Hammerwatch 2 в продолжении одноименного хак-н-слэш-экшена третьего лица. Проект разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК для Steam. Сроки запуска пока неизвестны. Режиссер Тодд Филлипс объявил о завершении съемок фильма «Джокер. Безуменно двоих», длившихся четыре месяца с декабря прошлого года. Вместе с этим он также опубликовал две фотографии с главными героями ленты. Выход ожидается 4 октября 2024 года. Warner Bros. назвала точной датой премьер-фильмов «Аквамен» и «Потерянное царство» и «Майнкрафт», главные роли в которых исполняет Джейсон Мамоа. Так, проекты должны появиться в кинотеатрах 20 декабря текущего года и 4 апреля 2024 соответственно. Президент Blizzard Майк Ибарра сообщил точное и окончательное время запуска Diablo 4. По его словам, владельцы Deluxe и Ultimate изданий смогут начать играть 2 июня в 2 часа ночи по московскому времени. А доступ для всех остальных пользователей откроется 6 июня в то же время. Студия Remnant Games представила The Exploration – фэнтезийный шутер от первого лица с полуоткрытым миром и выложила дебютный тизер. В нем показали различные локации, персонажей, противников и сражения. Проект разрабатывается для ПК и Xbox. Дата запуска на данный момент неизвестна. Plot Twist выпустили свежий трейлер Metroidvania The Last Case of Benedict Fox. Ролик посвятили демонстрации боевой системы и способностям героя, среди которых специальный блок, полностью останавливающий входящий урон, подкат, позволяющий оглушать и отбрасывать противников, кинжал, который можно использовать как для борьбы, так и для вскрытия замков, и ряд других приемов и инструментов. Релиз ожидается 27 апреля для ПК и Xbox Series. А теперь календарь событий на завтра, пятницу, 7 апреля. Для Path of Exile выйдет DLC Garnella. Состоится релиз хоррора The Voidness. Выйдет второй сезон аниме Унеси меня на луну. В Европе станет доступно Grim Grim War Once More. Состоится релиз EA Sports PGA Tour. Благодарим за просмотр! Подписывайтесь на канал, а также оставляйте лайки с комментариями. И снова напоминаем про наш ТикТок, где в 9 и 17 часов по Москве мы публикуем краткие сводки новостей, и Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки на оба сообщества в описании под роликом. Там же ссылки на наши страницы Boosty и Donation Alerts для помощи в существовании канала. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok